Хождение по мукам Тамара Васильева, Оксана Сизова В нашей библиотеке, прямо в здании юношеской библиотеки, по адресу проспект Ленина, 14 состоится кастинг для всех желающих молодых людей. Это настоящий фотокастинг. Мы приглашаем профессиональных фотографов. И, соответственно, молодые люди фотографируются, проходит этот кастинг. После обработки фотографии мы выбираем 4, максимум 5 персонажей для проведения фотосессий в исторических интерьерах. Сама фотосессия состоится в октябре. Сейчас мы как раз ведем переговоры с нашими потенциальными партнерами. И это будет очень интересный проект, потому что прошедшие этот кастинг люди предстанут перед нами в образе того самого романа, о котором мы говорили. Да, хождением по мукам. Это будет очень красиво, очень ярко. И главное, чтобы люди любили читать, любили фотографироваться. И вот для того, чтобы попасть на наш кастинг, в общем-то, достаточно просто заполнить анкету на нашем сайте. И, естественно, прийти на сам кастинг и пройти его. Слушайте, не только девушки, но и юноши. Конечно, все же. Я понимаю, что девушки и юноши, но кастинг в библиотеке, это прям вот что-то с чем-то, мне кажется. Это волшебная суббота. В выходной день приходите, получите удовольствие. Благо еще и фотографии красивые будут. Есть какие-то возрастные ограничения? От 14 лет. От 14 до 30 желательно. Но так как персонажи разные, можно и постарше. То есть можно все с семьями приходить фотографироваться? Но желательно все-таки более молодых людей от 14 до 30 лет. Кто будет отбирать эти фотографии и как будут выбираться персонажи? Потому что в книге, ну, понятно, что они из книги, но тем не менее, что вот этот сюда подойдет или как? Мы будем сотрудничать с нашими фотографами, потому что, ну, на наш взгляд, да, на взгляд, я имею в виду тех людей, которые работают над этим проектом, фотографам, как ни странно, виднее, вот какой человек подойдет в тот или иной образ. Потому что эти же фотографы работают с людьми и фотографируют тоже в самых разных ситуациях, в самых разных контекстах. Ну, почему бы им не поучаствовать в этом процессе? Это достаточно интересно. Будет ли обязательным условием участие, что человек должен прочитать этот фотограф? Разумеется, в анкейте есть вопрос, а читали ли вы, чтобы вжиться в этот персонаж, в роль, конечно, нужно иметь представление о книге, читать и, конечно, любить это в первую очередь. Ну и впереди целая неделя, почему нет? Почему не успеть прочитать или хотя бы посмотреть фильм, чтобы представлять в образ кого вы попадете? Слушайте, ну вот еще все касается не только романа, но и столетия революции. Я знаю, что не только фотосессии, да, не фотосессии единой живобиблиотеки у нас. Нет, у нас вот это только начало кастинг, причем результаты этих фотографий, в смысле уже профессиональные фотосессии, я имею в виду исторических интерьерах, они должны появиться на билбордах у нас в городе. Да, даже так, да, тоже мы сейчас ведем переговоры, потому что, конечно, это не очень просто, можно пройти определенные параметры, но я думаю, что все получится. Что касается революционной подоплеки, то вот, например, 30-го уже сентября у нас состоится тоже в юношеской библиотеке диалог красных и белых поэтов. Я думаю, что да, кто читал роман, тот знает, что периодически, да, там появляются люди, молодые поэты, которые, естественно, да, тоже зачитывают друг другу всевозможные стихотворения. И вот у нас в библиотеке состоится такой диалог при содействии нашего постоянно действующего библиотеки творческого объединения «Мост» поэтического, и молодые люди будут зачитывать стихи. Причем это открытое объединение, разумеется, если кто-то захочет поучаствовать, мы всегда только рады. Тоже будут и говорить о поэзии тех времен, и сравнивать, может быть, с современной поэзией, что нашло отражение в наших днях, может быть. То есть, опять же, с разных сторон будем смотреть на такие события. И в октябре у нас пройдет целый курс лекций, который называется «1917», ну, понятно, да, по 1917 году. Но здесь мы будем, конечно, не только о революции говорить, мы вообще будем говорить о всевозможных событиях, которые также имели к ней отношение. Мы будем рассматривать моду тех времен, мы будем говорить об искусстве того периода времени. Мы поговорим о романе, в том числе Толстого, поговорим о Самаре, как отразились на нашем городе те события. И опять же, в романе они описаны частично, да, ведь какие-то события в нашем городе происходят. Поэтому масса сюрпризов. Ну, а, например, 14 октября в 2 часа дня у нас будет Зоя Кобзева рассказывать о мещанах и революции в Самаре. И, в принципе, очень интересная лекция, на которую мы приглашаем всех. Всех желающих. Это специалист по моде, но при всем при этом она потрясающий, конечно, культуролог и историк, она кандидат исторических наук. И у нее очень оригинальные лекции, которые в Самаре знают многие, не только студенты, но и, в принципе, жители города. Поэтому рекомендуем попасть, посмотреть и, самое главное, послушать и поучаствовать. 14 октября в 2 часа дня. Слушайте, ну вот открою вам небольшую такую тайну. Готовясь к эфиру, разговаривала со своими коллегами. И многие из них, кто, допустим, живут недалеко от библиотеки или проезжают мимо на работу с работы, говорят, слушайте, там всегда что-то происходит. Не бывает такого, чтобы вот все, дверь закрыта, пустота какая-то, и что-то возле библиотеки стоят, какие-то стенды или что-то, какая-то жизнь кипит везде. Это каждый четверг, молодежный проспект, все лето встречал своих гостей. У нас были и рок-выступающие, у нас была и молодежь с активностями, что только мы не делали. Сейчас, в силу того, что холодает и темнеет рано, мы переносимся в здание, но зато библиотека работает в режиме до 9 каждый день. А вот это уже здорово, вы можете и после работы, и после школы, и после института к нам попасть. Клубы у нас работают не только по субботам и воскресеньям, среди недели, у нас очень интересные клубы. Причем они рассчитаны абсолютно на любых людей, и людей, связанных с инклюзивным делом, и людей, которые сами по себе очень творческие, хотят как-то самореализоваться. Ты здорово читаешь стихи тебе к нам, ты пишешь сам книги тебе к нам, ты хочешь написать свою личную историю, пожалуйста, Федор Замыцкий будет рад тебе в этом помочь. Ты хочешь придумать новую книгу, почему нет, но чтобы придумать что-то новое, почитай, что уже придумано до тебя, и у тебя будет шанс написать лучше. Приходи в библиотеку, записывайся, и ждет тебя новое счастье, потому что ты попадаешь в совершенно необычный мир. Вот этот мир, мир для молодежи, здесь можно послушать пластинки, здесь можно увидеть диафильмы, здесь можно посмотреть кино, здесь можно самореализоваться. Даже если ты не считаешь себя талантливым человеком, на самом деле внутри каждого есть огромный мир, и он открывается по-разному. Возможно, вас заинтересует косплей, наши ребята очень интересно всегда сопровождают все наши мероприятия. При этом костюм ты можешь придумать сам, ты можешь поучаствовать, можешь попробовать, может быть, впишешься в коллектив тех клубов, которые у нас собираются практически каждый день. Да до 30 мероприятий ежемесячно у нас происходят, и практически все они бесплатные. Тогда почему нет, у тебя есть шанс просто потратить личное время. Это самое дорогое на сегодняшний день, не потратить, а провести. Но, по-моему, читая книги, ты приобретаешь намного больше, и сны становятся ярче. Слушайте, у вас прям такой лозунги и девизы, мне кажется, да, уже такие отработанные. Ну, это, скорее всего, мироощущения. И мироощущения тоже. Слушайте, ну вот бытность мою, так скажем, да, в юношескую библиотеку, это было, ну, не самое веселое заведение, так скажем, да. Ты шел туда с тяжелой головой, думал, о, сейчас что мне надо, предстоит, очень все тяжело, что-то нужно было, материалы какие-то набирать или читать. Сейчас это действительно и развлечение, и образование, и хорошее времяпровождение просто, да, в компании людей, которые тебе близки по духу. Хочется немножко затронуть как раз разнообразие форм и видов деятельности, которыми занимается юношеская библиотека. Наверное, давайте проговорим о них, потому что это не только чтение, это не только, да, какие-то массовые мероприятия, но и много чего еще. Ну, у нас есть целый ряд, я, наверное, расскажу про комплекс того, что мы можем даже языки у нас изучать, у нас есть английский клуб, и, между прочим, в основе его лежат как раз специалисты, являющиеся носителями языка, которые приходят совершенно безвозмездно, по воскресеньям у нас занимаются. Вообще, честно говоря, любую информацию вы можете найти у нас на сайте, также мы есть в ВКонтакте и практически везде, и в Фейсбуке, набирайте Союз, и мы там. Соответственно, вы можете выбрать направление, которое вам ближе. Вы можете позвонить, вы можете записаться, вы можете уточнить расписание, всегда и каждый день. У нас есть и головоломки. Никогда не думала, что кубик-рубик настолько интересен. А кроме кубика-рубика есть еще огромное количество развлекательных моментов, которые позволяют вашей логике вывернуться шиворот на выворот, но при этом прийти к какому-то логическому заключению. При этом у нас еще очень красивый есть специалист, разрабатывающий коллажи. Ирина делает просто очень интересные мастер-классы, по итогам которых в итоге еще появляются выставки. И сейчас у нас одна из таких выставок присутствует. Мы работаем практически со всеми учреждениями. Например, Государственный архив сейчас у нас выставляет выставку на стендах, рассказывающую о кинематографе в Самаре. И каждый день появляется что-то новое, что-то необычное. Мы читаем лекции. И лекции у нас могут рассказывать как о чайной культуре Самары, так и о Древнем Китае. Мы можем с вами выяснить историю смайлика и сфотографироваться с одним из них. А можем в обнимку с медведема устроить свою фотосессию на территории библиотеки. А кроме всего прочего, у нас развлечения все-таки достаточно взрослые, не только детские. Для этого есть еще и детская библиотека, мы им тоже даем шанс. У нас есть с вами потрясающая возможность присутствовать в выходной день или в вечернее время. А вот это очень важно, потому что почти все студенты, либо работающие, либо учащиеся, и времени очень мало. И теперь мы можем до 9 вечера каждый день встречаться. По интересам практически вторники, четверги, субботы, воскресенье всегда что-то есть. Можно подумать и выбрать. Кому-то интересна грувология, кто-то любит пластинки и хочет узнать историю того или иного произведения. Кто-то любит просто почитать. И мы не только выдаем книги, но и даем возможность посидеть за столом и читать. Кстати, про просто почитать у нас есть проект, связанный с книгами. Вот книжный сомелье, например. Раз вместе к нам приходит некая интересная, заинтересованная персона и вместе с нашими читателями дегустируют, ну, естественно, в кавычках книги. Они вместе смакуют эти произведения, они вместе листают страницы, зачитывают наиболее интересные произведения. Хотите подискутировать, пожалуйста, у нас открытый диалог с читателями. У нас, кроме книжный сомелье по-разному у нас проходит, на самом деле не только по вторникам, но это обязательно какая-то яркая, интересная творческая персона. Вот, кстати, сегодня у нас актриса Татьяна Левакова. И, возможно, она в том же революционном проекте тоже будет принимать участие и устроит нам очень интересный перформанс. Как раз, естественно, по мотивам романа «Хождение по мукам». Поэтому даже книжки мы можем преподносить в таком, не совсем, что ли, обычном ракурсе, не просто пришел, взял на руки, ушел и все. Пожалуйста, вы можете подискутировать, пообщаться с теми людьми, которым это тоже интересно, которые тоже, может быть, хотят общения, да, почему нет. У нас есть книжные разговоры, опять же. То есть приходите и говорите на заданную тематику. При этом до этого у вас есть возможность проголосовать, какую бы вы книгу хотели обсудить, какого автора, какого жанра. Все это, в общем-то, мы открыты для людей и с удовольствием общаемся. У нас показывают фильмы по выходным совершенно бесплатно. У нас рассказывают о балете, о многих других направлениях. Мы говорим о краеведческих тематиках. Соответственно, что интересует наших посетителей, то и является основой следующей встречи. Поэтому каждый может не только проголосовать, но и позвонив, записаться на мероприятие, предупредив, что он очень хочет увидеть или услышать. И тогда мы пойдем навстречу. Есть ли некий портрет того человека, который приходит в юношескую библиотеку? Потому что понятие юности, оно довольно, конечно, растяжимое. Если мы говорим о исключительно возрастных рамках, это от 14 до 30, иногда до 35 у нас молодежь еще включают. Но, тем не менее, есть же, наверное, какие-то семьи, которые уже из поколения, в поколении продолжают приходить и приводят уже своих детей, племянников, я не знаю, еще кого-то. Да, есть такие, действительно, приходят и говорят, что когда-то у вас было по-другому. Я вот ходила сюда еще маленькая, сейчас я привела сюда дочку. И с удовольствием ходим, читаем. Это почти каждодневная ситуация, когда бабушки приводят внуков, а в некоторых случаях мама приводит дочек. У нас есть такой вариант, когда опекун или старший родитель расписывается за ребенка, и тогда ему заводят карточку уже в нашей библиотеке. Это возможно. У нас есть и детские стеллажи с книгами, и есть литература, которая очень интересна молодым мамам в том числе. Вообще, портрет он сборный. Это может быть и мужчина среднего возраста, это может быть молодой парень с дредами, это может быть девушка в мини-юбке, которая случайно забежала, но осталась с нами навсегда. И есть люди, которые возвращаются из раза в раз, и эти лица уже становятся настолько примелькавшимися, что ощущение, они являются сотрудниками библиотеки, потому что зачастую в полках они ориентируются лучше меня. Такое тоже возможно в наше время. А так залов у нас много. У нас есть и лаунж-зона, где мы проводим малые мероприятия, у нас есть большой зал. У нас бывают фото-зоны, которые действуют постоянно на любых встречах. И, конечно, у нас всегда тепло и хорошо. А есть такая какая-то статистика, когда у вас народу больше летом, зимой, осенью, весной какие-то наплывы? У нас, в принципе, фиксируется количество посетителей, точно так же у нас фиксируется количество обслуженных посетителей, тех, кто получает книги или тех, кто участвует в мероприятиях. И число может меняться из года в год. Ну, например, книг у нас 110 тысяч. Немало, немало, да. Да, а посетителей у нас, может быть, и 6 тысяч в короткий период, может быть, и больше. И если сравнивать со старыми временами, сейчас читают больше. Больше читают. Больше, потому что книга – это все-таки дорогое удовольствие, а наша библиотека очень хорошо пополняет свои фонды. У нас практически ежемесячно приходит большое количество новых современных книг. И причем это те книги, которые востребованы, которые обсуждаются на сайтах. Те, которые молодежь не может позволить себе приобрести в силу их драгоризма. И в том числе еще книги разные. И художественная литература, проза, все, что захотите. Плюс у нас очень хорошо действует обмен книг, когда люди приносят те книги, которые уже прочитали, и готовы поменяться. Именно что-то еще. Ну, это хорошая система. Она, наверное, работает. Она действует уже не один месяц. Букроссинг вообще это очень интересно и полезно. Вот как раз о пополнении. Вот смотрите, кто вам сверху откуда-то приходит тот перечень книг, который должен в библиотеке данного формата. У нас целый отдел занимается этими книгами, и они занимаются подборкой. Там ряд факторов действует. Есть понятие программ учебных, когда мы обязаны иметь определенный набор книг, соответствующие, дающие возможность людям обучаться на безвозмездной основе, получать те книги, которые им нужны для учебы. Есть у нас художественная литература, и здесь уже по веянию времени. Здесь уже есть специалисты, есть специальные комиссии, которые отбирают книги. Но есть еще и посетители, которые приносят хорошие книги. И если они, по-моему, с 2011 года, их уже могут поставить в читальный зал для людей. Естественно, есть понятие цензуры, потому что современная литература, она тоже не настолько проста, как нам хотелось. Соответственно, мы в некоторых случаях вынуждены отказывать в некоторых книгах на наших полках. Хоть и вкушать аромат и вкус книг можно у нас каждый день. Но есть электронные книги. Мы теперь работаем, если троется у нас очень интересная система, когда вы, подписавшись и записавшись в библиотеку, имеете возможность получения электронных книг, скачивания их, в том числе и платных. За счет библиотеки. А в настоящий момент это очень важно, потому что многие люди не успевают с книгами находиться в руках с настоящими. И у них электронные книги, они читают их на электронных носителях, в телефонах. И эту ситуацию мы тоже каким-то образом контролируем, давая им эту возможность. Вы прямо в ногу со временем. Мы стараемся, во всяком случае стараемся. Мы надеемся, что это так. Еще вот такой момент. Не всегда, наверное, человек, особенно молодой человек, у которого, может быть, не совсем сформировано какое-то мировоззрение и так далее, не всегда он сам понимает, что он хочет прочесть. Наверняка бывают, да, у вас такие посетители. Ну, у нас специалисты. Расскажите про ваших прекрасных специалистов. Как они помогают? Вот как можно, поговорив с человеком, с молодым, понять, что ему посоветовать и попасть в точку? Вы знаете, сначала скажу, что у нас есть такая рубрика в нашей группе ВКонтакте, в том числе, ну, вообще во всех наших социальных сетях, называется «Книга дня». И вот ее ведет как раз человек, который работает в нашем читальном зале. Разумеется, человек сначала читает книгу, потом пишет на нее краткую аннотацию. Что это, о чем это. И, возможно, прочитав эту краткую аннотацию, вы захотите прийти и прочитать книгу. И бывает, что в комментариях люди отписываются, оставляют какие-то свои пожелания, может быть, также делятся мнениями, что за книга, о чем. И зачастую приходят и берут их на руки, чтобы уже прочитать не просто несколько предложений, краткую аннотацию, а вникнуть поглубже. Поэтому даже не выходя из дома, находясь в социальных сетях, пожалуйста, читайте и знакомьтесь. Конечно, вы не познакомитесь так со всем книжным фондом, это невозможно. Но с новинками, с какими-то, может, наиболее актуальными или интересными книжками, конечно, всегда. И если все же вы приходите в наш читальный зал, становитесь гостями, посетителями библиотеки, то, конечно, вам помогут, в общем-то, с большой охотой. Просто человеку... Максон, вспомнил, у нас и выставки всегда стоят. Каждую неделю мы обновляем какой-то открытый фонд, где ребят могут увидеться интересующие на сегодняшнем книге. Ну, опять же, да, задав несколько вопросов молодому человеку, что ему интересно, какой жанр, какой писатель. То есть, конечно, всегда можно понять, что человеку хочется. Они уже контактные, они хотят выразить свою мысль, они зачем-то пришли, или если они не знают, они честно признаются. Я не знаю, что я хочу, но что-нибудь. А такие тоже есть, да, которые совсем не знают, что хотят? Есть те, кто пришел за компанию с другом. Друг пришел сдать книгу, он пришел с ним, поглядел вокруг, понял, что ему хочется взять в руки какую-то книгу. А в зале присутствует, как правило, три-четыре человека. Стеллаж с новинками, рядом с яркими пластинками, и стоящими у нас там специально. И с надписью бурди-филе, поэтому... И в таком случае действительно привлекает взгляд, притягивает. Красиво, солнышко из окошка, цветы вокруг. Приходишь и видишь книжные полки, а сам запах книг, он притягивает. Да, он, конечно, такой удивительный. Есть ощущение вот этой натуральности, когда ты попадаешь в мир настоящего, а у ребят сейчас мир больше виртуальный. И вот это настоящее, оно по-прежнему притягивает. Покажи вещь, которой сто лет ребенок захочет взять ее в руки. А взрослый человек, он к этому тянется, потому что у него еще остаточная память осталась. То, что было у бабушки, у мамы, то, что он до сих пор встречает у своих родственников в домах. А книги бывают разные, у нас есть редкие фонды, у нас есть и старые, у нас и дореволюционные книги есть. Поэтому в руках можно подержать многое. И, соответственно, и притягивает различные темы. Кто-то пишет научную работу, у кого-то диплом, у кого-то диссертация. А кому-то просто летнее время, каникулы хочется провести, а кто-то в дорогу книжку хочет взять. И они приходят и выбирают как раз интуитивно по настроению. Сегодня одно, а завтра совершенно другое. Сегодня он возьмет классику, а завтра он возьмет историю судьбы актрисы современности. Или послезавтра он возьмет абсолютно детскую книжку. Там очень много юмористического фэнтези для детей, для подростков. Для маленьких, причем на 12, на 10 лет рассчитано. Его с удовольствием читают бабушки и дедушки. Конечно. И они становятся ближе к вам. У них такого не было. Кстати, да, в то время подобные книги не выпускались. Немножко другого содержания они были. И теперь они перечитывают, свое упущенное детство возвращают. А младшие читают и становятся ближе к старшим. И таким образом они уже семьей читают одну и ту же книгу. И все внутри одних и тех же событий. В одном тренде. И в итоге за вечерним чаем им есть о чем поговорить. Ну да, тоже хорошо. А значит семья ближе, значит все не зря. Слушайте, еще вот хочу тоже корыстный интерес преследовать. Такую классику, которую там школьные программы и так далее, да, но большинство из нас все-таки читали. И все равно сталкиваешься в какой-то момент с тем, что ты что-то упустил. Есть ли что-то из вот точно хорошего, там, из признанных наших классиков, но то, что мы упустили в связи со школьной программой, и теперь взять нам это неоткуда. У нас есть очень хорошие специалисты, вы придете туда, и вам даже порекомендуют на выбор несколько вариантов. Возможно, вы их тянетесь, и классика станет вашей вечерней наскольной книгой. Но книг очень много, и одного и того же автора есть произведения, которые раньше не печатали. Сейчас вот последнее веяние идет, когда классиков печатают неизнакомые или неизвестные произведения. Вот это да, всегда очень интересно. И есть такие книги, можно приходить, можно выбирать по настроению. Я, например, очень люблю Амара Хаяма, я люблю Пушкина, мне очень нравится Лермонтов. А Пушкина вы что, не всего издали? А, Пушкина не всего издали, как оказалось. Но бывает по-разному. Мы находим те стихи, которых не читали никогда. Бывают маленькие сборники, необычные, неожиданные, под каким-то определенным углом. Они могут рассказывать про войну, а могут рассказывать про любовь. Они могут рассказывать про детство, а могут рассказывать про жизнь. Или про революцию. Или про революцию, потому что сейчас для нас это актуально. Но кто были те революционеры, в каких условиях они жили, кто их окружал, кто их близкие? Как мы поймем ситуацию, если мы не видим вокруг картины? Что ели, во что одевались, чем дышали, о чем разговаривали? Как жили внутри семьи? Ведь отец против сына, мать против дочери. Почему так сложилось? Это здорово, что такое дополнение, что не просто ознакомление с непосредственно литературным произведением. Кто у вас все это придумывает, коротко, полторы минуты до конца? Кто творческий инициатор? Нет, ну что бы, у нас очень такой, знаете, разный коллектив. Он и разновозрастный. И так получилось, что под одной окружностью собрались люди, которые умеют очень по-разному мыслить. И поэтому мы созываем перед проектом то, что мы называем рабочей группой. И там сидит несколько человек, каждый высказывает то, что он видит, то, что он хочет или может предоставить. То есть все эти идеи генерируются, потом отфильтровываются и остается самое, на наш взгляд, лучшее, свежее, интересное. И поэтому у нас нет одного центра, к которому все тянутся. Мы команда, мы очень рады тому, что мы работаем все вместе. Именно потому, что мы все вместе это придумываем и все вместе друг другу помогаем. И это люди, опять же, самого разного возраста, из самых разных отделов. Поэтому идея будет неожиданная. Может быть, в силу того, что коллектив у нас не очень большой, но зато мы дружные, слаженные, работаем одной командой. Отсюда вот эти идеи. У нас очень много молодежи работает, да, молодых людей, которые тоже имеют свое мнение и, соответственно, к ним прислушиваются. Да, и свое видение. Самим хочется, да, вот я так понимаю, вносить какую-то лепту. Не скорее бежать, да, с работы и ну его, ну его, да, а все-таки получать удовольствие сами от того, что, а, вот это вот я придумал. Внутри процесса всегда интересно. Конечно, да. Когда видишь готовый продукт, когда, опять же, люди говорят, ой, слушайте, вы так здорово придумали, такая хорошая идея. И когда вы сегодня сказали, что вот всегда в библиотеке что-то происходит, я внутри очень улыбнулась прям широко и порадовалась. Думаю, значит, не зря работаем, и значит, не зря мы стараемся как можно больше устраивать мероприятия и радовать людей. Откуда будут, нет, не дает мне режиссеру задать последний вопрос. Я вам желаю большой удачи, пусть придет как можно больше людей и на ваш кастинг, и продолжает участвовать во всех ваших проектах. И к столетию революции. Спасибо. С романом связанными. Ходите в библиотеку, со зрителями прощаюсь до следующей пятницы, проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова